Фитнес-центры пока не работают, но их время еще наступит. В микрорайоне Мостовая уже готов клуб здоровья. Для молодых душой мостовчан руководители территориально-общественного самоуправления обустроили спортивный зал. Местные жители уже опробовали новое снаряжение – виллотренажеры и фитболы. – Прекрасно. Сделали ремонт, и это я просто не узнала даже из-за клуба. Очень хорошо сделали. Не только спортивный, но и культурно-развлекательный. Валентина Петрова рассказала, чем еще до ремонта занимались местные жители в этом заведении. Активная мстовчанка уверена – осталось дождаться завершения пандемии, и все будет как прежде. Уютнее и еще веселее. Общий интерес у нас тут. Беседуем о огородах, о своих приусаденных участках, что можно посадить, у кого что получается получше. Делимся, отмечаем праздники, чаи пить у нас тут, чаи пьем, витаминные такие чаи у нас были, травяные чаи, разные чаи укрепляем. – Коктейли. – Коктейли тут у нас кислородные, очень вкусные. Когда клуб заработает в полную силу, появится еще одно направление – йога-терапия. Кандидат медицинских наук Владимир Малинин уже разработал программу для своих подопечных. Владимир Федорович познакомился с посетителями клуба, осмотрел и оценил состояние здоровья. Ведь для пожилых людей необходимо подобрать оптимальный уровень физических нагрузок, чтобы не навредить здоровью, а приумножить его. Будут занятия для всех одинаковые, скорее всего, но в том же время это йога-терапия, это терапия на основе асан-йоги классической, которые являются терапевтическими. То есть это без каких-то либо усилий, без болевого порога, без прохождения его, без каких-то некомфортных ощущений. ТОС Мостоваева обновил клуб здоровья на средства фонда президентских грантов. Скоро вложение окупится хорошим самочувствием и настроением мастовчан. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Уллправды.ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова